Одна из версий, к которой я больше склоняюсь, это все-таки то, что Кадыров, он патологический лжец. Это человек, который уже не может не лгать. Про по делу, без дела. Бывает, человек уже просто болен. Я тебе скину директ ссылку на статью, где говорится, что этот самолет берется в аренду. Да не надо, не имеет никакого смысла. Я не хочу здесь показать, каким образом он им пользуется. Он у него в собственности, он пользуется, или он его арендует. А мне нет никакой разницы. Факт, что это его самолет. Он им пользуется, понимаете? Итак, очень часто мне задают такой вопрос. Почему ты думаешь, Кадыров так часто врет? Тумсо, почему Кадыров врет? Какой смысл врать, мне спрашивают? И я, честно говоря, теряюсь в догадках, но одна из версий, к которой я больше склоняюсь, это все-таки то, что Кадыров, он патологический лжец. Это человек, который уже не может не лгать. Про по делу, без дела. Бывает, человек уже просто болен. Он настолько привык лгать, что он постоянно лжет. Даже если эта ложь не имеет никакого смысла. Даже если от этой лжи не будет никакой пользы. Человек просто вот лжет. Я сейчас хочу показать вам пример вот такой одной лжи. После вот этой пропажи Кадырова на несколько дней, после того, как он не поздравил, не показался на поздравлении народа с окончанием месяца Рамадана, там какая-то была, был голос Кадырова наложенный на совершенно другой ролик. В общем, после всего этого он появился на экранах ЧГТРК грязный, и он упомянул свой самолет. Послушайте, что он говорит. Я вам говорю, что мы в Грозном, что у меня нету самолета. У меня был самолет еще тогда, в 2006 или 2007 году, но мы бы друзья скинулись, тогда я был, в 2006 году первый вице, например, наш российский самолет, наш общий самолет был, который мы купили, но потом не было возможности бежать, но оставили там и списали. Больше у меня самолетов нету, да он... Вообще, чтобы... А, он говорит, что у него нет самолета, у него он когда-то там был в нулевых, и они не смогли его содержать, и, значит, его списали. Вот, чтобы вы поняли, да, смысл... Смысл, это ложь, эта ложь не имеет никакого смысла. Абсолютно. Все прекрасно понимают, что у него есть самолет, и даже известно, как он выглядит. Мы даже знаем бортовой номер этого, его самолета. Вот так вот выглядит его самолет. Его бортовой номер VQ, BBQ. Вот видите, сзади, рядом с хвостом, этот номер написан. Эти номера, бортовые номера, они индивидуальны. У каждого самолета, произведенного на этот свет, летающего в этом мире, у него есть этот бортовой номер. И он индивидуален. И по нему можно вообще отслеживать историю полетов, ремонта, там, все-все-все вообще, что касается самолета, по нему можно отслеживать. Вот этот вот самолет Кадырова, взгляните еще раз, как он выглядит. Посмотрите на эти характерные полоски, идущие вдоль корпуса темного цвета, да, вот эти полоски. Обратите на них внимание. Эти же полоски идут, видите, на двигателе. Мы их также видим. Эти же полоски есть на вот этом поплывке, на хвосте, как он называется. Ну, который вверху вот этот. Посмотрите на этот самолет, хорошенько запомните его. И теперь еще раз возвращаемся к словам Кадырова. Он говорит, что еще в нулевых у него был самолет, с тех пор у него самолета не было. Здесь можно, конечно, поиграть в эту игру слов, что здесь имеется в виду, что самолет, который оформлен на него, и прочее. Но мы понимаем, что это все чушь. Есть самолет, которым пользуется Кадыров. Он на нем летает. Это его личный самолет. И это тот самолет, который я сейчас показал вам на картинке. Теперь смотрите, доказать это не составляет никаких проблем. Вот Кадыров полетел в Саудовскую Аравию. А нет, это он встретил египтян. Из Египта прилетели гости. Это он их встречает в Грозном. Смотрим. Обращайте внимание на полоски на самолетах. Видели полоски? И теперь смотрите на этот самолет. Видите? Те же самые полоски. Теперь смотрим, Кадыров полетел в Саудовскую Аравию. Это Медина. Это 2016 год. Опять видите эти полоски? Уже знакомые нам полоски. Но помимо полосок здесь есть стоп-кадр, на котором виден бортовой номер. Этот бортовой номер он написан под крылом. И здесь видите, здесь можно просмотреть. Это фотография сделана в Беларуси. А вот фотография из Саудовской Аравии. Это город Дамам. Смотрите, сейчас мы посмотрим ролик из города Дамам. Там также видите бортовой номер Ви-Кью, Би-Ви-Кью. Он просматривается здесь. Смотрите, это был стоп-кадр. Также присутствовал и посол России в Саудовской Аравии Олег Озеров. Губернатор восточной провинции радушно встретил Рамзана Кадырова и отметил, что прибытие чеченского лидера сопровождалось барракатом. И полоски. Знакомые нам полоски. Вот эта вот фотография... Нет. Вот эта вот фотография, это его встречают в Беларуси. Это уже 2017 год. Опять вот этот бортовой номер, его здесь, он здесь просматривается. И вот сейчас вопрос. Какой смысл говорить, что у тебя нет самолета, если это уже настолько общеизвестный факт? Тимоти фоткался в этом твоем самолете, выкладывал это у себя в Инстаграм, говоря, что там вот мой, мол, дорогой брат приютил меня в самолете. Ты на этом самолете куда только не летал, где он только у тебя не засветился. По вашим же материалам ЧГТРК можно это все просмотреть, оценить, проанализировать, найти этот самолет. Вот какой смысл в этой лжи? Никакого смысла. Да и более того, от того, что сегодня, вот я сейчас от того, что показал, что этот самолет принадлежит ему, от того, что он сам бы даже признался, что это его самолет, что бы от этого изменилось? Вот какой смысл у этой лжи? Да нет никакого смысла. Здесь другого объяснения просто нет. У человека просто потребность, он как наркоман, ему просто необходимо лгать, он уже не может не лгать. Поэтому он лжет. Со смыслом, бессмысленно наплевать, просто лжет. Вот эта вот ложь с этим самолетом, она была абсолютно бессмысленной. Можно было бы этого просто не говорить даже. Ты мог бы просто не подтверждать, что это твой самолет, просто не говори об этом. Пройди эту тему. Никто вообще не вспоминал даже об этом самолете. И, кстати говоря, первый его выезд в Москву 18 мая, когда он был госпитализирован именно с коронавирусом, якобы, что он заразился с коронавирусом, когда все писали о том, что у него там поражены легкие на 70%, помните, была эта информация. Он летал не на этом своем самолете. Его эвакуировали бортом МЧС. Сейчас я попытаюсь найти скриншот. Это скриншот у Яндекса есть сервис, и там можно просматривать табло аэропортов. Здесь на на этом табло я нашел вылет 22 мая 23.00. Он вылетел из Грозного бортом МЧС. Вот я попытаюсь вам показать. Вот 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 эта запись. Вот она. Это в принципе все сохраняется у них в истории. Это можно зайти на сайт Яндекс. Расписание и посмотреть вылеты из 22 мая 23.00. А прилет в Москву уже в 23 мая в 00.59. Борт РФ 96 08 это его номер ФГУАП МЧС России из Грозный Северный в Москву. Он вылетал этим МЧС бортом по всей видимости состояние было видимо нехорошее его решили эвакуировать этим бортом а не на личном самолете. Этот самолет берется в аренду у частной компании и про это ранее РБК разбирался и написал что не его самолет. Это знаете это примерно то же самое что вот жена Медведева летает на самолете но принадлежит он БТБ. Так какая разница кому он принадлежит им пользуется понимаете это просто ухищрение что там он записан на одного а пользуется им другой. Это то же самое что взять сделать на жену там или на сына банковскую карту и пользоваться ей понимаете но это твои деньги на этой карте они не принадлежат твоему сыну или твоей жене ты просто ты просто обманываешь таким образом если ты ей пользуешься если все деньги которые ты зарабатываешь приходят на эту карту это твои деньги понимаете так же и с этим самолетом или с машиной если машина оформлена на твою жену но купил ее ты пользуешься этой машиной ты это не машина твоей жены это твоя машина здесь то же самое понимаете это игра слов оформлен этот самолет не оформлен куплен он в собственности он орендуется да нет факт что это твой самолет ты этим самолетом пользуешься ты на нем летаешь зачем лгать я тебе скину ссылку на статью где говорится что этот самолет берется в аренду да не надо не имеет никакого смысла я не хочу здесь показать каким образом он пользуется он у него в собственности он пользуется или он его арендует да мне нет никакой разницы так что это его самолет он пользуется понимаете Субтитры субтитры Продолжение следует...